Шолпан Каленова, заведующая детским садом Балдаурен, открывала детский сад на свои средства. С введением карантина дошкольные учреждения хоть и перестала работать, но не перестала обеспечивать своих сотрудников. Тогда как прописанные в договоре аренды форс-мажорные обстоятельства на время эпидемии позволили не платить за помещение 300 тысяч тенге. Женщина отмечает, что в рамках госзаказа своевременно выплачиваются все социальные обязательства государства. Госзаказ, который у нас ежемесячно финансирование вовремя проводится и соответственно на госзаказе мы выплачиваем 100% сотрудникам заработную плату. Ну и конечно легче перейти этот период. У нас количество групп, три группы и три няни и четыре воспитателя. Повар и медработник. Всего в области порядка 18 217 предприятий пострадавших от коронавируса. Здесь же частные образовательные центры. Они несут дополнительные расходы на работу в карантинных условиях, соблюдают санэпиднормы, оплачивают коммунальные. Но владельцы такого бизнеса не могут платить полную зарплату работникам в условиях частичной загруженности при карантине. Анна Артюлюбаева, хозяйка одного из образовательных центров Кукшотау, отмечает, что ей еще повезло, так как помещение детского центра в ее собственности и не нужно платить аренду. Я надеюсь, что мы были полезны. Потому что сейчас очень тяжелая программа учебная, все мы знаем. И на ту базу, на тот фундамент, который мы здесь даем, она намного легче ложится в школе. Это я как мама, малогодетная мама вам скажу. Потому что я сама через это прошла. Поэтому у меня и возникла идея открыть вот такой вот центр. Отметим, что центр принимал детей разного возраста с 9 утра до часу дня. Его сотрудники получили социальные выплаты 42,5 тысячи тенге в связи с потерей дохода. За три месяца простоя предприниматели, чья деятельность была приостановлена, кроме прочих финансовых потерь, были вынуждены сокращать своих сотрудников, либо отправлять их в отпуска без содержания. В условиях режима ЧП в марте-май месяце бизнес получил отсрочки по кредитам, налоговые преференции. Сокращенные сотрудники предприятий получили социальные выплаты по 42,5 тысячи тенге. Также в период ЧП большая часть арендодателей пошла навстречу своим арендопользователям и заморозили, то есть отменили арендные платежи. На данный момент многих обозначенных выше льгот, кроме социальных выплат, нет. Имеются некоторые налоговые послабления до конца текущего года. Именно поэтому по предложениям бизнеса разработаны дополнительные меры по поддержке малого-среднего бизнеса. Они приняты были 18 июня текущего года решением Государственной комиссии по восстановлению экономического роста. Дополнительные меры предусматривают вопросы казахстанского содержания в закупках, лизинг сельхозтехники, возможности по рефинансированию кредитов, продвижение товаров на экспорт, упрощение процедур в целом. Напомним, что в период чрезвычайного положения бизнесменам были предоставлены отсрочки по выплатам основного долга кредитов на 90 дней. В целом мерами охвачены порядка 700 тысяч налогоплательщиков на сумму около 1 триллиона тенге.